Бунт на Канавинском рынке. После всех событий в подмосковном Бирюлеве рынки находятся в центре внимания. Нижегородские власти уже обещали провести некие зачистки. И вот совершенно внезапно администрация рынка заявляет о реконструкции и объявляет работникам, что свои палатки нужно в срочном порядке свернуть. Перед Новым годом прекратить торговлю для работников равноценно банкротству. Поэтому все торговцы вышли на акцию протеста. Мы согласны, что действительно требуется реконструкция. Это понятно, что это уже за вчерашний день. Но вы сделаете цилиндализованно для людей-то. Будут ставить нам контейнера за наш счет. Одним говорят 30 тысяч, другим 20 тысяч. За что это? За что такие деньги? Каждые три года люди по 90, по 100 тысяч отстегивают. 10% повышение на Новый год. Это нам что? Нам объяснили на подарок. Хотите получить место? Платите бонус. Не хотите? Пожалуйста, вон с рынка. Ищите другое место работать. Кто так ряды поставит, соберут деньги. Кто так ряды поставит, опять соберут деньги. У вас кто деньги собирает? Администрация. Какая администрация? Рынка. 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 Я администрация Каналинского района. К администрации рынка отношения не имеет. Мы сейчас среди зимы, остаемся без средств к существованию. У людей кредиты, как уже слышали. Товар навезли всего. Куда вот это все везать? А товар сказали увозите в течение трех дней. Я говорю, вопросы задайте администрации. А вы на эту встречу не входит? Что это? Директоры нет. Как нет? Какой администрации нет? Вот где будут одеваться? Одеваться где будут бедные, простые люди? Деньги в товар вложены у нас очень большие. У нас сейчас сезонные шапочники. Если рынок закроют, мы просто останемся не только без денег, мы просто умрем с голоду. Это просто не по-человечески. Столько народу, простого народа, выкидывать просто на улицу за борт. Кстати, работники рынка заявили, что убирать свои палатки и увозить вещи они не намерены. Как в такой ситуации будет действовать администрация рынка, пока непонятно.